Еще один массовый праздник в это же время прошел на площади Победы. Почти 70 тысяч северодвинцев ждали результата предварительного голосования за территорию, которую благоустроят в этом году. На праздники «Мой город я выбираю» назвали две территории лидеров голосования. Какие объекты вышли в финал, знает Евгения Карелина. На календаре обычный день, а у северодвинцев праздник. На минувших выходных на площади Победы для горожан творческие коллективы исполнили лучшие номера. На праздники «Мой город я выбираю» огласили две самые популярные территории рейтингового голосования. Напомним, целый месяц горожане выбирали из 14 территорий ту, которую в этом году благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. За сквер молодежи должна быть зона отдыха, зона парковая, чтобы с хорошим дизайном, с приятным, чтобы можно было погулять, погулять с детьми, поиграть, посидеть. А мы там любим отдыхать, потому что дети. А что вы хотели, чтобы вы в парке поднялись? Было красиво, комфортно, больше аттракционов. При вокзале площадь. Почему это? Потому что лицо города. Скамеек больше, юрид больше. По данным городской администрации, всего проголосовало более 68 тысяч северодвинцев. Пункты приема предложений работали в торговых и культурных центрах, школах, колледжах и вузах. На праздники северодвинцы внесли свои предложения, что, по их мнению, входит в понятие комфортной городской среды. Это и чистый воздух, улицы, наличие парковок, детских площадок и туалетов. Красивые дома, улицы. Также на мероприятии подвели итоги конкурса дизайнерских проектов. Было подано три заявки. От Юлии Масловой девушка разработала дизайны благоустройства набережной имени Зрячего и аллеи ветеранов. В конкурсе победил Илья Шанин. На аллее молодежи дизайнер видит велодорожки, площадки для выгула и тренировки собак. Также он предлагает проложить тротуары, которые можно будет превращать зимой в каток. Среди идей установка освещения на солнечных батареях и устройства для зарядки гаджетов. Возможно, если победит именно аллея молодежи, за основу благоустройства возьмут его идеи. Территория победителей. Первое место. С количеством голосов 13 тысяч 620. Сквер у часовни Александра Невского. Второе место. С количеством голосов 13 тысяч 69 голосов. Аллея молодежи. Какую территорию сделают комфортной в этом году, станет ясно после 18 марта. В этот день горожане смогут проголосовать не только за будущего президента. На избирательных участках северодвинцы выберут фаворита из двух территорий. Проголосовать сможет каждый старше 14 лет. Евгения Карелина, Владимир Богомолов. Вестник Северодвинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова